Сегодня разберем 7 лучших лайфхаков в трейдингах. Это что-то вроде чит-кодов, дающих существенное психологическое преимущество в торговле. Привет, это Адмиралс, меня зовут Лембетов. Первый прием помогает справляться со стрессом. Психологи выяснили, что описание стрессовых событий в дневнике или вслух в течение 10-15 минут в день помогает взглянуть на них с другого угла и отдалиться от них. Когда у вас ужасный торговый день, озвучьте это. Проговорите события и закрепите их уроки в своей голове. Если вы осознаете, какую боль вызывают у вас ошибки в торговле, вы, скорее всего, их уже не повторите. Учитесь даже из боли извлекать пользу. У вас были потери в последнее время из-за глупых сделок? Вы теряли деньги или возможности из-за своих слабостей в торговле? Если да, тогда вам будет полезно подумать о принятии своих недостатков. Каждая плохая сделка должна научить чему-то и в этом вам поможет второй прием. После сессии сделайте таблицу с тремя колонками. В первой опишите ошибочную сделку. Во второй напишите, чему вы можете научиться на ее примере. В третьей, как вы измените свою торговлю завтра, основываясь на том, что узнали. Этот урок поможет вам в следующий раз лучше понимать поведение цены или же вы лучше узнаете о своих слабых сторонах. Поддаваться своим эмоциям и слепо действовать под их влиянием глупо. Впрочем, не обращать на них внимание – тоже ошибка. Трейдинг – это сгусток эмоций. Третий прием помогает трансформировать чувства, а не игнорировать и не упиваться ими. Нарисуйте на листе бумаги два термометра. Сделайте несколько копий этого листа. На одном градуснике отмечайте уровень вашего раздражения, на другом – уровень вашей уверенности. Листок повесьте рядом с монитором. Все, что нужно сделать в дальнейшем – это помечать на каждом термометре уровень раздражения и уровень уверенности в данное конкретное время. Если в текущий момент сильно раздражены и очень уверены в себе, значит, вы в опасности. Потому что в подобном состоянии, скорее всего, совершите ошибку. Как часто вы совершали подряд несколько убыточных сделок, после чего не надумывали? Что это на меня нашло? Бывало? Думаю, да. Чтобы справиться с этим, используйте четвертый прием. Точно так же, как отпуск позволяет нам вернуться на работу с новыми силами, отдых от мониторов может помочь взглянуть на рынок по-новому. Очень легко залипнуть на ярких и драматичных кульбитах цены. Отстранитесь и сделайте перерыв. Важно именно сделать перерыв, а не перейти в ленту новостей. Так вы сможете увидеть скрытые моменты и получить прибыль к тому времени, когда их осознают другие. Перерывы особенно полезны после убыточных сделок. Поэтому после каждой убыточной сделки принудительно дышите воздухом 10 минут. Если входите в сделку так же быстро, как в голове мелькает мысль «Вау, сейчас полетим», значит вам просто необходим пятый прием. Суть в том, чтобы взять на себя обязательство не входить в сделку без объяснения причины входа. Причину нужно записать. Это поистине очень крутой прием, потому что применяя его регулярно, вы через некоторое время станете стабильно торговать в плюс. Но записать причину недостаточно. Важно сравнить ваш прогноз с тем, что произошло после. Самое главное, сравнив план с фактом, сделать вывод и каждый ваш вывод станет кирпичиком к успеху в торговле. Многие, когда слышат про дневник трейдера, вспоминают о журнале сделок или о журнале ошибок. Но это существенно ограничивает ваш потенциал. Спросите, что же делать? Для этого нам понадобится шестой прием. Одним из лучших средств создания обратной связи – стремление к структурированным целям. Когда ставим перед собой сложные, значимые и достижимые цели, мы генерируем потенциальный опыт мастерства. Когда постановка цели – неотъемлемый и постоянный элемент трейдинга – это залог успеха. Что для этого нужно? Пусть в каждые из дней этой недели ваш торговый журнал будет содержать конкретную цель, над которой будете работать в течение этой торговой сессии. Конкретные действия, которые вы будете совершать, чтобы достичь цели. И самостоятельную оценку в конце торговли, чтобы измерить ваш успех в достижении цели. Скажете, что на рынке мало что можно контролировать? Верно! И в этом нам поможет седьмой очень крутой прием. Трейдинг – это сложное занятие, потому что трейдеры имеют дело со средой, которую не могут контролировать. Психологи доказали, что в основе уверенности в себе лежит ощущение контроля. Но как можно сохранить уверенность в себе в трейдинге, если не можем контролировать свою прибыль или убыток? Ключом к возвращению уверенности в себе может стать перемещение фокуса внимания с зарабатывания денег на соблюдение правил своей торговой стратегии. Мы не можем контролировать движение рынка, но можем контролировать размер своей позиции, правила входа и управления сделкой. Фокус на процессе вернет ощущение контроля и даст чувство уверенности в себе. А уверенность вместе с пониманием рисков, связанных с торговлей, помогут в любой сложной ситуации не потерять голову и приумножить свой капитал. Если понравился ролик, ставьте лайк, поделитесь им с друзьями, напишите комментарий, расскажите о лайфхаках, которыми пользуетесь сами, подписывайтесь на ютуб канал Адмиралс и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!